здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео мы поговорим о книге анатолия рясова едва слышный гул она вышла в издательстве новое литературное обозрение в серии история звука что нового можно услышать если прислушаться к звуку из пространства философии почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства а чаще и вовсе не покидает территории техники эти вопросы стали отправными точками этой книги анатолий рясов исследователь который сочетает философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна мосфильм он обращается концепциям хайдеггера дорида нанси доллара автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического психоаналитика и феноменологического дискурсов и одновременно как загадочные лакуны пропуски в истории мысли избранная проблематика соотносится с областью звуковых исследований но выводы работы во многом формулируются в полемике с этими направлениями гуманитарной мысли и так называемые sound studies то есть изучение звука теории медиа увлечение технологиями они выбраны в этой книге как своеобразные мишени и автор выбирает их из-за того что задача исследования является поиск их фундамента философского фундамента и по ходу работы автор рассматривает множество примеров из литературы музыки и кинематографа в последней главе размышляет о тайне притягательности раннего кино которое было безмолвным без звука немое кино если мы продолжим дальше рассуждение об этой книге то если говорить совсем коротко то это очень слабая книга впечатление которое возникло во время прочтения такое что автор загорелся идеей написать книгу о звуке придумал идею этой книги начал собирать материал и увидел что его идея либо уже давно отвергнута другими авторами либо объяснена с других позиций намного лучше и добавить по сути нечего либо идеи у автора не было вообще и он лишь каким-то образом захотел увековечить свое имя в истории издав эту книгу и ему показалось что его опыт на посту звукорежиссера позволяет ему делать какие-то философские заключения вообще вот эту книгу я ее сейчас отложу я ее купил случайно когда я заказывал другие книги на озоне книги младена доллара это коллега слова я жижика младен доллар голос и ничего больше младен доллар миран божевич аленка зупанчич любовная машина лакан и спиноза и комедия любви это лакановская тетрадь и посмотрите какую ложь распустили младен доллар и я думал что я покажу вам еще раз эти книги на них мы чуть попозже сделаем обзор как после того как я их прочитаю я думал что едва слышный гул это логичное продолжение голос и ничего больше или наоборот приквел и что едва слышный гул автор младен доллар не обратив внимание что это рясов но здесь фамилия анатолий рясов настолько не четко пропечатано сверху название а озон предложил эту книгу мне в рекомендованных когда я положил вот те три которые я демонстрировал в корзину он мне предложил еще вот эту книгу гул звук история звука он показалось что это рядом оказалось что не рядом совершенно возникают вопросы к автору анатолию рясову книги едва слышный гул несмотря на то что я ее прочитал за 10 дней и что здесь читать она такая тоненькая совсем и по сравнению вот из тех трех книг которые я уже вам сейчас демонстрировал вот эту я уже прочитал где спотыкаешься на каждой строчке и нужно думать и полностью быть погруженным в текст чтобы не упустить момент но об этом мы поговорим более подробно в обзоре этой лакановской тетради то здесь текст вообще читаемый абсолютно легко и вот он просто летит взгляд по тексту не никак не мог я понять что хочет сказать автор для чего написана эта книга чтобы покритиковать что нет исследований звука они есть у французов очень много вагон и маленькая тележка звука акустических исследований которые они проводят со второй половины двадцатого века о неясном смысле звукового сообщения тоже есть исследование ароновский бонфильд денисов о чем рясов вопрос долго я думал и видимо все таки не о звуке а о тишине и о гуле который предшествует звуку и своих рассуждениях и анализе рясов смог найти ключ к пониманию звука которого не было у других как он смог до этого додуматься возможно потому что он звукорежиссер и ему приходилось долгое время находиться в тихих комнатах и он начал задаваться вопросом а что если до звука была тишина один из распространенных постулатов исследований звука ратующих за умножение развития практик в слушании мы вначале учимся слушать чтобы научиться слышать слышать мир собеседника музыку и как из тишины рождается звук он приходит сразу в полную силу или нарастает через шум и гул ну по сути наверное вот это единственная интересная часть работы автора та часть в которой он пространно рассуждает о тишине шуме звуки кажется что еще чуть-чуть и читатель поймет наконец задумку автора но почему-то автор меняет направление повествования переходит на разговор о другом книга издана на несколько сероватой бумаги клеевой переплет и обложка с клапанами как впрочем и у всех остальных книг этой серии которые я купил еще три такие из этой серии три книги это брендан лабель акустические территории звук мишель шион и изгиб дорожки путь домой и н пеннман еще одну книгу я не успел купить ее на сайте издательства почему-то расхватали а на озоне она была в три по моему раза дороже на сайте издательства она была по 400 50 по моему а на озоне по полторы тысячи но я даже на озоне не успел ее купить ну впрочем на этом мы заканчиваем это был такой краткий обзор книги анатолия лясова едва слышный гул подпишитесь на канал поставьте колокольчик и напишите комментарии если вам есть что добавить или покритиковать этот мой отзыв на этом я с вами прощаюсь желаю всяческих успехов и до новых встреч